Я, когда выезжаю на объекты, я привожу очень много с собой материалов. Один из сегментов, это вот, обратите внимание, угол 45 градусов. Он ехал как запасной IC304. Это запасные элементы, друзья. Почему я сейчас аксессирую внимание, именно делал акцент на угол 45 градусов. Об этом я вам покажу немножко позже. Мне очень нравятся дымоходы, когда я один из объектов недавно делал, еще не разместил. Ну, когда вот так отделают кирпичом, дымоход открытый. Единственное, что вариант открытости дымохода, он заставляет покупать вас качественный продукт. То есть здесь не выйдет таких вот фокусов, купить просто трубу и поставить, ну, лишь бы ее поставить. Если здесь идет эстетика, то эстетика должна быть везде. Эстетика должна быть от качества исполнения дымохода, эстетика должна быть по хомутам сижным. То есть если здесь получилась бы следующая ситуация, заказчик сказал бы, мы оставим дымоход открытый, то здесь я бы предлагал другой вариант. То, что вы сейчас видите, это, как правило, исключение. Почему исключение? Потому что на стандартных каменных топках выход составляет 195, 196, 197, 198, либо 200 мм. И первый участок дымохода вы собираете по дыму. В этом случае, еще раз говорю, это исключение в топке 203-204 мм, что позволяет сразу поставить дымоход внутрь. И здесь конденсат отправляется именно внутрь, то есть со всего стояка дымохода. Мы сейчас отказались от этой работы, устанавливаем только переходники панкомин, в результате чего конденсат не течет внутрь. Это видео старое, ему несколько лет, но я решил его разместить, для того, чтобы вам показать, что есть сразу топки, которые делают с выходом с плюсом. Здесь устанавливалась 2 мм сталь, стальная труба и шиберная заслонка. Обязательно шиберную заслонку ставьте, если ее нету на каминной топке в заводском исполнении. После шибера устанавливается насадка нижняя и дымоход пошел вверх. Но есть еще несколько деталей, которые я вам говорил, что покажу и расскажу. Труба пошла вверх и пошли мы до самого верха. Все, напоминаю, здесь будет зашиваться каркасом. Один из таких важных элементов, на которые я обращаю внимание, это разгрузочная площадка. Вес дымохода, он довольно серьезный. Поэтому здесь вот площадка разгрузочная, она уже будет цепляться дополнительно к осынке, прицепиться именно к плите перекрытия. Она должна быть. Почему? Потому что вы же не хотите, чтобы в один прекрасный момент у вас дымоход сложился. Это же неправильно. Либо нагрузка. И надо как-то распределять. Не может просто дымоход держаться весь на топке. Не может. В Республике Беларусь запрещено устанавливать углы под 45 градусов. И у меня, если есть возможность установить 30 градусники, я поставлю 30 градусники. Да, 45 градусов легче. Легче работать, легче выставлять. Но у 45 градусов это огромные минусы. И я согласен с теми людьми, которые разрабатывали строительные нормы в Беларуси, что вот в этих вот, друзья, углах, в этих углах тяга, она ухудшается. И если мы возьмем 45 градусов, то у меня бывают объекты, где настолько грязные дымоходы здесь вот внутри, что чистый дымоход приходится два раза в месяц, если активно использоваться. Это раз. Во-вторых, если падает птица, к примеру, она может застрять вот в этих сегментах, на этих углах и вот на этих углах. Поэтому 30 градусов это идеально. Плюс еще, как идеально, друзья, нет ничего идеального, но если есть возможность ставить 30 градусники, несмотря на то, что они ограничены. Плюс еще, когда вы выставляете такие сегменты, если вы ставите 45 и 45, у него давление распределяется таким образом, что давит. Вот сюда давит довольно сильно. То есть разъединение такое происходит. И вот в этом месте тоже самое давит. А 30 градусов, он вот как стол пробника, чик-чик, как солдатик стоит. И все, и все четко, и все ровно. Также здесь, друзья, дополнительно поставили разгрузочную площадку. Она должна быть. Здесь также дополнительно пойдет, будет вариться каркасик небольшой. И еще вы можете обратить внимание, что я поставил керамическое волокно. Его, может, здесь, друзья, было и не ставить. Но я уже перестраховался. Перестраховался для чего? Для того, что в случае, если кто-то захочет дерево подвести, пол, ламинат, еще какие-то отделочные материалы. Плюс вот здесь вот я вижу, видите, когда делали отверстие. Ну, это не отверстие, это дыра. А вы, да, чем отличается отверстие от дыры, напишите, пожалуйста. Вот эта вот вещь, ну, чтобы не поплавилась, да. Ну, я сделал вот так вот. Для того, чтобы, друзья, спать спокойно. Я же хочу спать спокойно, правильно? Вы тоже хотите спать спокойно. И я с вами полностью согласен. Поэтому с этими сегментами вам все понятно. Если есть возможность, кстати, 30 градусов сегментами. До нас был сделан каркас. Каркас с ним не делали. Мы уже в него должны были войти. Заказчику не повезло с строительными организациями, с комильщиками, которые здесь вот работали, согласовывали. И он мне говорит, что, Дмитрий, здесь очень много изменений было. В результате чего мы ушли вот очень-очень сильно в сторону. Продолжение следует...